Копыта Тропы как таковой нет, обе вершины покрыты сыпучим снегом, сухим Абсолютно там лошади такого веса от 500 до 700 килограмм не могут удержаться Но должны проваливаться и практически непроходимые части, участки там были Метровые трещины в леднике она перепрыгивала и карабкалась вверх Легкие разрывала от нехватки кислорода, километр за километром она продолжала идти Посыпающимся каменистым склонами, когда под копытами были острые, как шипы, камни Я впервые в жизни увидел, что лошадь стоит, нога у нее висит, она выбирает, куда ее поставить Уже можно не торопиться, они победили Жеребец делает последние шаги к вершине Европы Выше теперь только небо Ура! Лошадь каратяйская пожарная на западной вершине Эльбруса Иделик – первый и до сих пор единственный конь, который в 1999 году покорил высочайшую гору Европы Эльбрус Его западную вершину Годом ранее на восточную вершину, которая на 21 метр ниже, взошли две лошади карачаевской породы Даур и Хурзук На высоту 5 642 метра Иделика привели люди Он шел, потому что верил У этой породы в крови быть верными, а еще гордыми Это очень сильный конь У него очень крепкий характер Он гордый Но это все-таки трудный конь, трудная лошадь Не все могут ездить на каракеза У него слишком сильный характер И надо уметь Рожденный в карачае жеребец каракез теперь скачет по лугам Нормандии Призы и награды этих скачек украшают стены жилища его хозяина Среди них и первое место в пробеге на 40 километров А еще они вместе участвуют в охоте, обставленной, как бывало в 16 веке Забава у французов такая С холодным оружием и гонщами гонят крупного зверя У каракеза прекрасный аллюр, да И как только я подошел к конному клубу Они были в восторге видеть такого коня И все лошади, когда они видят каракеза Когда они его чувствуют У них огромный респект, уважение к каракезу Все лошади боятся каракеза Генерал французской армии Жиль Галле Встретил карачаевского жеребца в России, когда служил в посольстве До этого была работа в Германии, Польше и везде Он ездил верхом на разных лошадях Мысль забрать коня с собой появилась только в России Когда закончилась служба в Москве, он просто не смог расстаться с каракезом Он еще был очень горячий, но я чувствовал, что мы будем хорошо вместе Что это будет, что это станет лошадей моей жизни И так было Как только я видел, что я прекрасно чувствую на нем И в том, что это лошадь моей жизни Я, конечно, решил, что он будет жить в Франции со мной Лошадью жизни этих скакунов начали считать целые поколения карачаевского народа Еще в средние века Карачаевская порода официально внесена в энциклопедию лошадей мира Ее родина – верхнее течение реки Кубань По данным историков, первые письменные свидетельства о карачаевской лошади относятся к 17 веку Установить происхождение породы с абсолютной точностью сейчас затруднительно Но по данным ряда исследований, влияние на ее формирование оказались скифские, арабские и другие породы лошадей Лишь ветерок предрассветный подует Уже на ногах мой темно-гнидой Зорким взором глядит на дорогу Мой верный гнидой Покрылась белым инием Его вороная грудь Легка его поступ твердым копытом Он разбивает лед Чепрак, что на нем Соткан из чистого серебра Каким бы не был тяжелым наш путь Он не подводит меня Ой, конь мой гнидой Мой темно-гнидой Он не собьется в пути Он верен лишь мне одному И ест он только с моей руки Вверяя жизнь Своему гнидому Выезжал я часто в путь Как его потерял я Свинцовая тяжесть Сдавила мне грудь Когда сложили эту песню Доподлинно неизвестно Карачаевцы ее поют уже несколько веков И не одно столетие Здесь помнят имена легендарных коней Колан, Гимуда, Генджитай Которые сохранились в эпосе Про богатырей нартов Как выглядели эти скакуны Какой были масти Уже затерялось в веках А вот имена Этот народ помнит Имена коней Которых вывели сами И которые стали символом Карачаевской породы Тут выработался такой особый тип лошади Почему я не был у других Сыграл свою роль И определенный географический фактор Орбяных дорог в Карачае практически не было Если люди выходили за пределы селения То там, естественно, были только уже вьючные тропы Когда они ездили на Каши Тоже, соответственно, это были обычные вьючные тропы И в этих условиях, естественно Лошадь карачаевской породы была просто незаменима И думаю, что нет на Северном Кавказе Других таких ущельей Где вот сами природные условия Беспособствовали тому, чтобы Можно было содержать Кормить лошадей и так далее Ну и, конечно, свою роль сыграл, наверное, талант народа По преданиям Молодых жеребцов Загоняли в узкое глубокое ущелье А выход заваливали И лишь тот, кому хватало сил И сообразительности выбраться из плена Получал косяк кобыл Для продолжения рода Аул Учкулан В верховьях реки Кубань У подножия Эльбруса Именно здесь В девятнадцатом веке Находилась столица Карачая Рядом аулы Хурзук Икарт Джурт И для любого карачаевца Где бы он ни родился Эти места Это ущелье И есть историческая родина его народа Это Сердце Карачая И на склонах ущелья У подножия Эльбруса Здесь столетиями Столетиями разводили лошадей Которые известны Как карачаевская порода Лошадь Лошадь всегда сопровождал человека с рождения до смерти Мужчину Карачаевского мужчину Мало какой народ в мире Имеет столько пословиц, поговорок, связанных с лошадьми Джигит не канаты, а ты Это значит крылья Джигита Это лошадь Это его конь Лошадь для человека, для мужчины в первую очередь Это Ассоцировалось с мужеством, с достоинством, с честью Для горца это воинская доблесть Слава Все это связано было с лошадью И, конечно же, очень трудолюбивый народ, горский народ Все свои дела, связанные непосредственно с бытом Всегда соотносил с лошадью Карачаевцы, как и родственные им балкарцы По мнению ученых, являются одним из древнейших народов Кавказа Говорят они на одном из архаичных языков Тюркской языковой семьи Первые упоминания о карачаевцах и балкарцах датированы X веком Они упомянуты в письме хазарского царя Иосифа А в 1404 году епископ Иоанн Галанифонтибус Указывает о наличии у карачаевцев и балкарцев Своей письменности и государственности В 1828 году, после знаменитого Хасаукинского сражения, которое покоритель Карачая, царский генерал Эммануэль, сравнил с известной битвой при фермопилах, карачаевцы присягнули на верность российскому императору и ни разу эту клятву не нарушили Окончательно карачаев был присоединен к Российской империи в 1855 году Это традиционный карачаевский дом Бревенчатые стены, земляная крыша, очаг с дымоходом в центральной комнате По дворе подсобные постройки, в том числе и для домашнего скота И только помещение для коня под одной крышей с главным домом Ведь конь, он как член семьи На нем ходили в набеги и уходили от погони На коне привозили невесту, на скакуна торжественно сажали сына Без всякого преувеличения, карачаевский мужчина жил в седле И никогда здесь коней не забивали ради шкуры или мяса Лошадь имела право на почетную старость Социальный статус, да, а чуть позже и финансовый статус человека Потому на какой лошади и в какой одежде он едет Естественно, что тот, кто мог себе позволить Он старался приобрести или вырастить Именно самую лучшую, самую резвую Собственно, по этим причинам Веками формировался некий горский кодекс Или свод негласных правил обращения с конем Которого жестко придерживались Лошадь нельзя было ударить ногой, допустим, по голове Это считалось низостью, позором ударить лошадь по голове Ударить, допустим, загонять лошадь в один хлев, в один сарай вместе с ослами Это считалось, что вот роняет честь, роняет достоинство лошади За конем ухаживал только мужчина Женщина не могла садиться верхом Если только мужчина ее не посадит на своего коня Седло, которое использовали для мула Нельзя было потом надевать на коня Нарушение этих неписанных норм Расценивалось в обществе как горской бескультуре Ведь здесь конь в первую очередь был визитной карточкой своего хозяина Одним из самых дорогих и почетных подарков Это была лошадь, но только в полной комплектации, если можно так выразить То есть сбруя, снаряжение И прилагался этот комплект оружия, который как раз требовался для всадников Это был в свое время самый роскошный подарок Взять княжескую дочь замуж без этого было невозможно Небольшой домик Коян-Балки Где был создан первый карачаевский конезавод В одной из его комнат То, чего уже не найти ни в каком музейном архиве или хранилище В скромном частном музее Собрана по сути вся история карачаевской породы В основном всех могу назвать Я же говорю, каждая лошадь, это каждая легенда целая Это вот Дубочек, родначальник, внук Даусуза Тоже родначальник этой линии Это Иркутск О нем это целая история Это был чемпион породы ВДНХ СССР 1974, по-моему, года, если не ошибаюсь Его единственную лошадь, которую англичане Конечно, они же консерваторы Единственную лошадь, которую предлагали купить на королевскую конюшню И давали большие деньги, но его не продали Сигдул Биджеев провел в седле 55 лет Ветеран, лауреат, заслуженный коневод Бывало, что в день он объезживал до 10 коней Это часть своего дома Он превратил в музей И хотя сейчас необходимости ездить верхом уже нет Но опыт остался Вы верхом садитесь? Я? Да Семьдесят километров девушек подмое Что ж? Семьдесят Весен Девушку могу подмое седло Не только ездит Спасибо Я ничего не знаю На лошадях У меня в боеположении Этот музей Как мужской клуб для заядлых лошадников О каждой лошади Знаменитой Или которая просто когда-то была в их жизни Эти люди могут говорить часами Вспоминать связанные с ними истории Я не помню своих, может быть, друзей, товарищей А многих лошадей помню За что меня укоряют Есть же легенда Бог создал человека А потом ему в товарищи дал коня Теперь уже особенно когда старость подкралась Тогда, конечно, снятся Когда идут за ребята в горах на водопой До Октябрьской революции 17-го года В Карачее было пять крупных конных хозяйств Не считая десятка помельче О фамилии владельцев знала вся Российская империя В 1828 году венгерский этнограф Жан-Шарль де Бесс После путешествия на Кавказ Оставил такую запись Карачаевцы разводят лошадей прекрасной породы Среди них есть такие, которые в Европе стоили бы до 2000 франков Они легки на ходу И я не знаю другой породы Которая была бы более подходящей для езды По крутым склонам и более неутомима Так непринужденно скакать по склону в 45 градусов Лошадям с другими ногами не получится просто физически Особое, сформированное веками и приспособленное для гор Строение ног Или копытный рог Один из секретов карачаевских лошадей Копытный рог Отличается по форме и по крепости Форма значит Одними ножку Дай ножку Ножку дай Вот у нее хорошая форма Стрелка не достает до земли Значит лошадь не будет хромать А если стрелка высокая, плоская, копыта Значит по каменистой местности эта лошадь двигаться не может Только утеряет подкову, она сразу начинает хромать Ну и по форме Ровненькие подковы, небольшие Вот По двумя причинам Карачаевцы говорят Кошунтуяк То есть форма как кувшинчик А еще Эту породу отличает фантастическая выносливость Неутомимость Что делает этих коней Фактически горными вездеходами У них совершенно другое кровообращение Вроде того, что вот шунтирование делают А у них от природы создано шунтирование сделано Вот если что-то не так, он переключается Начинает кровообращение, продолжает работать Вот Собственно вот это вот кровообращение И дает возможность там Взбираться на такую высоту Как Эльбрус За эти качества Карачаевских скакунов Любили всадники по всей России До революции Строевых лошадей Здесь активно закупали Кавалерийские части Терского и Кубанского казачьих войск Порой в год доходило До 10 тысяч голов Генерал российской армии Князь Александр Гагарин После инспекции черкесского полка Знаменитой дикой дивизии Которую комплектовали представителями народов Хавказа Пришел к выводу В лучшем порядке Находятся лошади третьего эскадрона А в этом третьем эскадроне Традиционно служили карачаевцы На своих карачаевских лошадях Есть даже воспоминания О том, как уйдя на русско-японскую войну Три жителя Карачая Урусов, Хасанов и Эбзеев Вернулись с Дальнего Востока домой Через всю империю На своих конях Годы революции И гражданской войны Породу пощадили Конезаводы поменяли хозяев Советское государство Их национализировало И разводить коней Стали по-научному Вот пять коннозаводчиков Упоминалось в исторической справке Первоначально было собрано Более 1500 голов лошадей В конном заводе Он начинался на конхуторе Отсюда здесь За медовыми водопадами На высоте почти 1500 метров Но когда поняли, что там очень высоко И неудобно Спустили сюда И в 30-м году Организовали конный завод Вот здесь В СССР Породу улучшали Любили Коня и отправляли служить В программ войска Даже в Среднюю Азию Где культовым Считается свой Ахалкикинский скакун Государственное признание Что карачаевская порода Существует Состоялось В 1935 году Карачаевскую Наряду с кабардинской породой Официально внесли В первый том Госплемкниги горских лошадей Как следствие Призы, медали И громкий успех скакунов Из ущелья Учкулан На выставках, смотрах и соревнованиях И в Советском Союзе И за границей Однако этот триумф Карачаевской породы Продолжался недолго До забвения Оставалось всего Несколько лет 2 ноября 1943 года Грубый стук в дверь Направленные дуло автоматов Брань Плач детей Вой собак В Карачае Войсковая операция Солдат и местных жителей Почти поровну Это депортация Карачаевский народ Решением Сталина Выселяет в Среднюю Азию Трагический путь Длиною в 14 лет Он начался в то осеннее утро Когда превратив рельсы В бесконечные носилки А грузовые вагоны В большие деревянные гробы Для целого народа Карачаевских стариков Женщин и детей Отправляли на восток 69 267 человек За два часа Лишились родины Много позже Это решение было признано Ошибочным Но тогда В 43-м Десяткам тысяч человек От младенцев до стариков Страна отказала в своем доверии И как значилось Постановление руководства СССР За массовое пособничество Фашистским оккупантам А на фронтах Великой Отечественной В это самое время Воевали около 16 тысяч Карачаевских мужчин и женщин Из которых 9 тысяч погибли Защищая Родину 11 человек Стали героями Советского Союза С учетом численности народа Пример уникальный На дорогу дали Что-нибудь Там на 10 суток Что захватил Кто захватил А что захватили Женщины и дети остались Остались все в войне В войне были Никто Так Что могли А так сразу машина подъезжает Операция внезапная Чтобы никто не убежал Поэтому на сборы Если повезет Минут 30 Полчаса Чтобы решить А что с собой взять Продукты Одежду для детей И себя Вещи От ложки До матраса Которые семья Наживала годами Или фамильные реликвии Доставшиеся от предков А дом Скотина В эшелоны Выходящие на восток В азиатские степи Разрешали взять Килограммов 20 вещей На семью Свои крылья Джигит и Карачаев Впервые оставляли дома И казалось Навсегда Дедушка всегда был Тараулин Ковхозные поля И частные Огороды Он всегда был Своей Лошадью Я помню Когда он Понял Что нас Высылает Далеко Безвозвратно Он подошел На общем дворе К своей Лошади С которым Не расставался Почти что 20 лет Он Отнял его Как Своего Значит Любимого друга Прямо По щекам И у дедушка Значит Сворачивали слезы На глазах Это я точно Помню И когда Дедушка Отошел К машине Сесть Лошадь Как будто Чувствую Это Ногой топала По земле Как будто Провожала Так Понимая Что С нами Что-то нехорошо Дедушке Было тогда 80 Бабушке 70 А ему 12 А отец Воевал Вместе С целым Народом В 43 Году Репрессированными Оказались И лошади Но если О национальности Людей Пусть и Лишенных Родины Заставить Всю страну Взять И забыть Было Невозможно То название Карачаевская Порода Просто Перестало Существовать Будто Ее Не было Почти На полвека Лошадей Лишили Имени Конечно Были утеряны Во время Войны Когда было Переселение Хорошей линии Жеребцов Была утеряна Работа По Этой Породе Порода Была Как бы Нет народа Нет породы Часть Лошадей Перегнали В конные Хозяйства Соседних Республик А в самом Карачае Конезавод Остался И продолжал Работать Вот только Родословные Скакунам Меняли Во второй Третий И последующих Государственных Племенных Книгах Своеобразных Свидетельствах О существовании Породы Карачаевская Уже не Упоминается И когда Карачаевцы Вернулись Назад Пытались Восстановить Но К сожалению Это Не удавалось За годы Депортации Из 79 Тысяч Карачаевцев По официальным Данным Погибло 42 Тысячи Из них 22 Тысячи Были Дети Из дизентерии Умерла И бабушка Мы Остались Матерью Первые Два Года Были это Негоды Это были Страшные Испытания Голод Тиф Всякие Болезни Налерия Смерть Там и здесь Везде Хоронить Было Некому Выселить народ Получилось За два часа А вот Реабилитировали Его Постепенно В июле 1956 Года Лидер СССР Никита Хрущев Признал Что Репрессировали Карачаевцев По ошибке Виной всему Культ Личности Сталина А официальное Возвращение На Кавказ Началось С 57 Года И только В 1989 Году Депортация Карачаевцев И других Народов СССР Была официально Объявлена Преступлением Вот только Процесс Этот Пусть и Долгий Но все же Реабилитации Карачаевской Породы Не коснулся Работала Здесь Комиссия В 1963 Году И эта Комиссия Пришла К выводу Что порода Сохранилась Ее надо Восстановить И Руководитель Этой комиссии Красников Он На ученом Совете В Москве Доложил Об этом Там Проголосовали Восстановить Породу Но Кто-то Вмешался В этот Процесс Через год Выходит Очередной Том Государственной Племенной Книги Четвертый Том И там Ни одного Слова Карачаевской Породы Лошади Ни одна Лошадь Туда Не записана Как Карачаевская Клейч Гири Урусов Лошадьми Болеет Больше Тридцати Лет Коневодство Его профессия Увлечения Любовь Да Просто Жизнь Он Никогда Не расстается С тросточкой Не потому Что без Нее Ходить Трудно Внутри Мерная Рейка Для измерения Холки Лошадян Он С упоением Рассказывает О породе Ее Достоинствах Почему В этих Коней Можно И нужно Влюбиться И скромно Умалчивает О том Что его Усилиями Через 46 лет Забвения Порода Обрела Своё имя Ну вот Тихонечку От чужих Глаз Я Постепенно Готовил Материал Собирал Материал Для того Чтобы восстановить Карачаевскую Породу Ну прежде чем Это сделать Я полетел В Тимирязевку Серхозакадемию Переговорил С Парфеновым Заручился Его поддержкой Вадим Парфенов Зав Кафедры Коневодства Сельхозакадемии Имени Тимирязева Выдающийся Отечественный Специалист В области Коневодства Породы Формально На бумаге Не существовало Но только Не для специалистов Ею продолжали Заниматься Несмотря на Политическую Установку Забыть Занимались Как раз На кафедре Которой Руководил Вадим Парфенов Какие мы только Пороги не обивали Ну конечно Конечно Ведь сопротивление Было Очень солидное В период Депортации Конный завод Работал Сохраняя Сохраняя Свои Основные Принципы Основные Приемы работы Единственное Что изменилось Эту лошадь Стали называть Кабардинской Все остальное Оставалось И работали Прекрасно Я вам скажу Вот И лошадь была Та же самая Но только Если мы В сороковом году Берем Литературу И написано Карачаевская лошадь То уже В сорок четвертом Мы читаем Ту же самую Литературу С названием Кабардинская лошадь Даже за границу Их продавали Как кабардинских В семьдесят четвертом Году На карачаевском Конезаводе Проводили Первый Международный Аукцион Чтобы обновленную Породу Там начали Узнавать Ну здесь Была аукционная Площадка Здесь сидели Представители Десяти стран мира И приехали С Терского завода От всемирно известной Породы лошадей Арабской Там купили И здесь Я с горю Особо не брали И тогда По просьбе директора Сейдул Скочил на своего Знаменитого Коня Был у него Такой Уключенный Конь Бригадирский Скаковой Коню И он был Облачен Вот такую Черкесскую Бурку Он взлетел Вот на эту гору Видите Более 150 метров На полном скаку Взлетел Тогда не было Этих завор Левадов Левад Он взлетел На эту гору Поднял его Там на дыбы Коня своего И оттуда На полном скаку Спустился И подняться Еще полбеды Но вот спуститься С такой высоты Более 45 градусов Уклона Это не каждая лошадь Не каждый всадник Это может И после этого Стали брать наших лошадей Поверили в их Крепость Выносливость И так далее Право называться Своим именем Лошадям вернули Лошадь В 1989 году В очередном томе Госплем Книги СССР Появилась Наконец запись Карачаевская порода Существует Более того В 2009 году В генетической лаборатории В Париже Была проведена ДНК-экспертиза породы Ее вывод Карачаевская лошадь Абсолютно самобытна Генетическая экспертиза Была проведена В одной из старейших Лабораторий Европы Это Парижская лаборатория Лобожена И был просчитан Генетический профиль Карачаевской породы лошадей С вынесением Данных об этой породе В Международный банк Генетических данных В лаборатории был проведен Сравнительный анализ С 42 ведущими породами мира Мира Еще раз подчеркиваю И по генетической составляющей Как это ни странно Карачаевская порода Вошла на первое место И там было доказано Что нет абсолютно Прилития крови Ни одной другой породы Хотя многие утверждали Что наверняка здесь Ахалтикинская кровь Нет Арабской крови Нет Английской крови Нет То есть порода Разводилась гомогенно Без прилития Чьей-либо крови Уже это Очень серьезный результат Я вам скажу Что Сотрудники Генетической лаборатории Были весьма удивлены И мягко говоря Это Тавро Карачаевской породы Из всех пород Которых разводят в России Только у карачаевцев Есть свое тавро Своего рода Знак качества Сделано В Карачае Добро пожаловать На карачаевском дворе На этой земле Мы здесь Разводим карачаевских лошадей Заходите Почти 3000 километров От Карачаев Западной Чехии Деревня Шебжаны Их Здесь Имеем только В течение Дня Когда с ними работаем Все Они Они постоянно Живут На пастбище Днем Ночью Летом Зимой Выдерживают температуры От Плюс 40 До Минус 30 То что здесь бывает Без Абсолютно Без Никаких проблем Йозеф Энтлих Местная знаменитость Конезаводчик Фермер Землевладелец В табуне 52 лошади Четыре года назад Он привез из России Первого жеребца И не пожалел Об этом ни разу Наоборот Радуется Что благодаря ему Восточная Европа Открывает для себя Сейчас Эту породу Чем больше Дольше их знают Тем могу сказать Что Они Я их люблю Больше и больше Потому что Эта лошадь Очень Выносливая Очень Как бы Которая не нуждается Никаким специальным Сервисом Для этих условий Здесь Она Годится Прекрасно Так что Что к этому Больше сказать Просто Лучшей Породы Я Не представляю Известность И популярность Породе Принесли победы В состязаниях Многокилометровых Пробегах По пересеченной Местности До недавнего Времени Бесспорными Фаворитами Здесь были Арабские Скакуны Но Неожиданно Для всех Кроме конечно Йозефа Энтлиха На пьедестале Почета Их подвинули Его Карачаевские Лошадки Они Участвуют И в общечешских Соревнованиях И в своих Местных Которые Йозеф Энтлих Организует В этих местах В пробегах На 25 И на 90 Километров Впрочем В Чехии Теперь смогли Оценить Не только Спортивные Качества Карачаевской Породы О которых В самом Карачаев Давно И хорошо Известно Кто-то Заводит себе Котенка Кто-то Щенка А известная В Чехии Модельер Ивана Фолова Купила Вместо них Жеребенка Даже не столько Себе Сколько Своей маме Чтобы То не было Скучно Арда 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 Часто Подходит К окну Знает Что мама Сидит В доме И всегда Ждет Что она Угостит Ее морковкой Очень умная Интеллигентная Животная Все помнит Фолова Лошадница Со стажем До Арды Которая У нее Уже Четыре Года Она Держала Пару Лошадей Местной Породы Когда я Приехала Покупать То Выбрала Ее Мгновенно Это Была Любовь Первого Вгляда Так Доброе Ясно И теперь Это Моя Лошадь А своей Маме Она Подарила Собачку И теперь Как это Было Принято Испокон Веков В Карачае Лошадь И пес В этой Семье Растут Вместе Исторически Они составляли Боевую Пару В помощь Хозяину Горцу А вообще В Чехии Держать Лошадь Экзотика А карачаевскую Экзотика Вдвойне Только Вот В последние Пару лет Кавказская Экзотика Таковой Здесь Быть Перестает Конечно Арабские Лошади Популярны Их Знают Во всем Мире У них Богатые Хозяева Но Карачаевская Порода Ничуть Не хуже Нужно Лишь Чтобы О них Просто Больше Узнавали Сама Я Всегда Эту Породу Декламирую Такого В Чехии Пока Не увидишь Хотя Поклонников Карачаевской Лошади Такое Представление Несомненно Прибавило Бы Это Лишь Небольшая Часть Упражнений Которые Веками Выполняли Всадники В этих Краях Стойки На ногах На голове Соскоки Здесь Здесь Умели Расседлать Лошадь На скаку Причем Сбрасывая На землю Части Сбруи И седла На обратном пути Всадник Все это Собирал И вновь И вновь Оседлал Коня Такая Особенность У карачаевских Лошадей Как очень Мягкие Алюры Очень Мягкие В движениях Ведь проводят Часто люди На лошади Сутками Вот Когда Пасут скот Перегоняют Или еще что-то И когда Лошадь Тряская Жесткая То я вам скажу Удовольствие Получить Такое Что Вот А карачаевская Лошадь Мягкая На ней спать Сидишь И не чувствуешь Практически Как она Под тобой Движется Причем Не просто Это довольно Такой Быстрый Алюр Вот проходка Так называемая Или джурка Это именно Присуще Этой пародии Лошадей Конные пробеги Вид верховых Соревнований В ходе которых Проверяется Выносливость Лошади Подразделяются На скоростные И многодневные Скоростные пробеги Проводятся В один день На дистанцию От 30 До 160 Км Многодневные Проводятся В два И более дней Дистанция Каждого дня Может быть От 80 Км И выше Победителем Считается Лошадь Которая прошла Дистанцию С наименьшим С наименьшим И сохранила Все по-другому Каждый И И Снимают И И Снимают С пробега По этой же дорожке Назад И требования очень жесткие Отдых 20-30 минут Пульс не больше 56 или 64 ударов в минуту В зависимости от дистанции Ну без ушиба для здоровья Она может проскакать 160 километров с перерывами В 1935 году был пробег Вокруг Кавказского хребта В сильные морозы, в снегах И в общем-то лошади карачаевские пророды Прошли достойно И выиграли Дистанция в том легендарном пробеге Была 3000 километров На Клохорском перевале Карачаевские жеребцы Шли во главе колонны Прокладывая путь другим лошадям по снегу Глубиной до полутора метров Глядя на результаты пробега Советская власть рассудила Что пускать на самотек разведение Такой породы будет не по-хозяйски Сейчас в Карачае Примерно 25 тысяч лошадей Десятки мелких и крупных хозяйств И практически в каждом есть свои чемпионы Которые брали призы На российских и международных соревнованиях Просто лошадей карачаевской породы Веками выводили как раз для такой работы А победы в состязаниях Лишь подчеркивают их природные возможности Весь мир на этих конных пробегах Скачет только на арабах И до сегодняшнего так было По крайней мере И из России Российская порода Назваемая карачаевская Выехала И в Америку И на чемпионат Европы И чемпионат мира И в Англию И российская лошадь Может соревноваться И выигрывать Эту арабскую лошадь Понимаете? Ни одна лошадь в мире Не может с ней соревноваться А карачаевская Это российская порода Может выигрывать Эту арабскую лошадь И соревноваться И это Я думаю гордость Не только карачаевских А всей России Благодаря участию в пробегах Стоимость жеребцов Неуклонно растет Но есть и оборотная сторона Участия карачаевских лошадей В европейских соревнованиях И специалистов Она настораживает Дело в том Что на таких высотах На которых коней Используют заводчики В горах Кавказа В Европе Их не эксплуатируют А для победы Там Селекционеры Выбирают коней Приспособленных Более мягким Европейским условием И получается Что неполное Использование Высоких качеств Породы Может привести К ослаблению Ее потенциала Единственное исключение Кубок Тивиса Дистанционный пробег Западных штатов США Там Скалы По 2-3 километра вниз И здесь Метр тропа Идет Люди Проходят И лошади Хозяин Идет на четверенках И лошадь потихонечку Переходит Этот участок И там комментируют Как это трудно Единственное Когда человек Сказал, что Которая участвовала В Америке Идет Голопом Во весь опор И даже Не думает Бояться Прошла Как будто На ровном месте Даже не заметила Что там есть скала Там нет Скалы Обрыв есть Нет И хозяйка Которая женщина Взрослая женщина Которая на нем Скакала Она себя чувствовала Прекрасно Она не думала О обрыве Там О скалах Там Она потому что Знает Что лошадь Идет уверенно Но такие соревнования Проводятся раз в год Альтернатива Проводить свои И в тех условиях Которые стимулируют Заводчиков Не занижать Традиционно сильные Способности породы Ведь победителей Лучших жеребцов Всегда отбирают Для продолжения Качественных линий И первый пробег На Кубок Кавказа Под названием Вершина России Удалось провести В 2012 году Дистанция По ущельям Главного Кавказского хребта 45 километров От Тиберды До Учкулана Через два перевала Высота одного из них 2700 метров Участвовали Большинство пород Юга России Но после финиша Приз остался в Карачае Спустя почти 70 лет После Великой Отечественной войны Эти лошади Вновь слышат Такие привычные Для их далеких предков Звуки боя Когда закончилась Вторая мировая война Кавалерия В СССР Как отдельный род Войск Перестала существовать Спустя годы О рабочей пользе Лошадей Для военного дела Вспомнили вновь Оказалось Что далеко не везде Без них Можно обойтись И теперь На вооружении 34-й горной бригады Стоят И карачаевские кони Лошади обстреляны И я думаю Что с ними проблем не будет Когда от них Потребуется Ну выполнение от них Каких-либо задач В горах Они незаменимые Любая другая порода Здесь практически Можете не выдержать Ну там Месяц поработает Он И все Его Уйдет на Вопраковку А они здесь Работают Как говорится От рождения До смерти Они работают Практически каждый день В условиях Высокогорья Ровно в тех местах Где особо и не пройти И возят Минометные расчеты Килограммов По сто На спине Но для солдат Эти лошади Больше Чем просто Армейское имущество Как и века назад Они Крылья джигита Скучать будешь Когда Закончишь А я Может быть Закрою Себе А куда В Крачаевск Сам из Крачаевска Да Нет Я просто Сюда приехал Служить Из Мордовии Я в Крачаевске Остану Здесь Ну они В принципе Однолюбы Лошади Допустим Вот ваш лошадь Там Вы хозяин Он может Ни мне Ни другому Не починиться Потому что он Привык К одному Хозяину Вот эта Вот верность У него заключается В этом Признает она Вообще Только меня Можно Так сказать Кроме меня Его никто не может Поймать Подойти Оседлать Кто-то может Там Если он Уже Как бы Оседлал я его Там Поймал Привязал Кто-то может Сесть Ну сядет Как Далеко не уедет Он живет На свете Уже давно И наверное По своим Лошадиным меркам Его жизнь Была совершенно Обычной Родился Узнал Человек Привык К седлу И работал Скакал По горам Помогая Хозяину И другу Но целому Народу Именно он Помог вернуть То Чем гордились Десятки Поколений Славу Карачаевской Породы Лошадей Которую Вывели Эти люди Это он Игелик Единственный Из лошадей Сумевший Покорить Вершину Европы Эльбрус Сейчас Ему уже Двадцать Семь лет По человеческим Меркам Глубокий Пенсионер Как и его предки Боевые кони Древних Карачаевцев Он заслужил Особое к себе Отношение Заслужил Почетную старость И право Жить Столько Сколько Сможет Он Живая Легенда Возрожденной Карачаевской Породы Меркам 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok